здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня мы с вами свяжем вот такую косу это коса несложное в исполнении ближайшее время у меня на канале будет мастер-класс по вязанию детского пальто на этом пальто по полочкам и по подолу будет выполнена такая коса поэтому я и решила отдельным видео мастер-классом показать как подробно вязать эту косу именно для начинающих мастериц у кого возникнут проблемы в процессе вывязывания пальто чем мне нравится эта коса во первых она не очень то есть как не очень широкая узор у нас идет вот на 12 петельках и она очень хорошо комбинируется с любыми узорами можно с чулочной глазью можно с платочной гладью можно с какими-либо еще переплетениями и чем еще она хороша что она хорошо смотрится как если мы вяжем там в прямом ну-ка мы вяжем при сверху вниз и когда это рисунок вот переворачиваем то она от этого вид у нее не меняется что так и что так поэтому а еще например как способ если вы пальто не будете вязать это будет узор на вашу копилочку который которым этим узором можно украсить какие-либо шапки шарфы и снуты ну множество вариантов куда можно применить эту косу рапорт нашего рисунка составляет 12 петелек в ширину и 8 рядов в высоту я уже связала один рапорт рисунка и поэтому сейчас буду вязать уже 2 у меня сейчас на спицах 16 петелек я прибавила к рапорту нашего рисунку 2 кромочных петли и еще с двух сторон по одной изнаночной для симметрии рисунка поэтому первый ряд кромочную снимаем изнаночные следующие две петли мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой две следующих петли я провязываю 1 лицевая 2 лицевая вспомогательные спицы я переношу на рабочую и провязываю лицевыми 4 лицевых 1 2 3 4 сейчас 2 лицевые петли я снимаю на дополнительную и оставляю за работой следующие 2 лицевые я провязываю 1 2 снимаю с дополнительной спицы эти петельки и провязываю следующие их лицевыми раппорт вывязан и последняя изнаночная петля и кромочная первый ряд работу поворачиваем по изнаночной стороне раппорт рисунка полностью вяжется изнаночными петельками которые у нас с вами мы для симметрии рисунка прибавляли петельку а мы ее по изнаночной стороне провязываем лицевой третий ряд сейчас я вам хочу показать как можно делать перемещение петелек без использования дополнительной спицы может быть этот способ вам понравится лучше я кромочную сняла провязала изнаночную и теперь раппорт нашего рисунка мы провязываем 2 лицевых 1 2 2 следующих я снимаю и провязываю следующие 2 петли лицевыми петельками не провязанные петельки я подхватываю по передней части полотна аккуратненько снимаю и провязанные петли одеваю на рабочую не война спицу их меняю местами следующие 2 петли провязываем лицевыми также мы следующий перехват делаем 2 лицевые я сняла нить перед работой провязываю 2 следующие петли сейчас уже 2 петельки подхватила аккуратненько спицу я достаю и меняю местами провязываю лицевыми петельками и последние две петли лицевыми изнаночная и наши кромочные петли изнаночные работу поворачиваем четвертый ряд четвертый ряд как я уже и говорила как и все наши четные или изнаночные ряды мы будем вязать по рисунку как смотрят наши петельки у меня это будет раппорт мы наши косы мы провязываем полностью изнаночными петельками а те петли которые я добавила я буду вязать лицевыми то есть у меня получается кромочная 1 лицевая 12 изнаночных 1 лицевая и кромочная и так мы будем с вами вязать все наши изнаночные ряды 5 ряд кромочную снимаем изнаночные петля и теперь раппорт нашего рисунка провязываем 4 лицевых раз два три четыре две петли снимаем и оставляем перед работой следующие две петли провязываем лицевыми теперь не провязаны петельки снимаем аккуратненько нашу правую спицу вытаскиваем то есть и не провязана провязанной петельки мы с вами меняем местами с не провязанными и вяжем две петли и теперь раз два три четыре и довязываем уже наш ряд 1 1 изнаночная седьмой ряд седьмой ряд мы с вами вяжем так же как и 3 кромочную снимаем 1 изнаночная и нашу 2 лицевые 2 петли снимаем провязываем следующие 2 петли лицевыми не провязанные петельки снимаем на левую спицу и меняем x провязанными и теперь провязываем эти две петли следующие две петли снимаем оставляем сзади нашей работы провязываем две лицевые аккуратненько подхватываем наши непровязанные петельки и меняем их местами и теперь их провязываем две лицевые и последние две лицевые и одна изнаночная и нам с вами осталось провязать 8 ряд 1 лицевая 12 изнаночных у нас с вами и 1 лицевая и кромочная на этом мы вывезли с вами весь раппорт нашего рисунка вот она какая коса получается хочу повторится что несложные в своем исполнении но из нее получается очень такой эффектный узор поэтому мы его можем повторять как в ширину несколько раз можем повторять высоту на нужную нам с вами там изделили шапки это весь наш с вами рисунок до свидания мои дорогие до новых встреч